первый отель в нашем списке это бальоне бальоне 5 звезд deluxe то есть козырей заходим здравствуйте александр супер наконец-то мы добрались александр шампанское налили шампанское именно сразу настроение поднялось какая красота ребята бальоне друзья я вот своих выпусках повторяю если вы видите вот эту табличку можете отметить что отель будет особенный я сам первый раз здесь но мы сюда отправляем туристов я в принципе знаю что тут есть определенные нюансы которые мы тоже вам покажем и вообще это большой тур по мальдивам я в общей сложности где-то полтора месяца проведу на мальдивах я сам выбирал себе отели отели классные с разных ценовых сегментов будут и четверки но хорошие четверки будут и deluxe отели все это вам покажу расскажу поэтому сразу советую подписаться на канал все погнали смотреть бальоне у нас сейчас будет чек-ин чек-ин прямо на вилле и дальше уже все будем рассказывать вам нужно просто каждый день заниматься снорклинг а если вы устанете от нашего домашнего снорклинга да и в центре есть экскурсии дополнительные тоже все 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 будет предстоит малышка так друзья заселяемся мы на бич виллу это первая категория но можно еще сказать water виллу тоже 1 категория не по одинаковой цене процент я кстати тоже чуть позже скажу буду называть цены но если вы смотрите это видео через два года после того как я его выпустил соответственно цены меняются вилла у нас 146 бич вилла без бассейна здесь традиционно можно помыть ноги так вот тут уже за нас ждут гости вот такая вот вилла высокие потолки малышка смотрите фрукты комплиментом возьми хорошая мебель мне нравится такая мебель пляжные полотенца на телевизоре вся информация по концепции нам принесли baby код хотя малышка спит с нами пусть будет шампанское по заезду каждому один раз только по заезду десерты водичка тоже пополняется каждый день чай кофе стандартная кофе-машина и вот здесь мини-бар отель работает по системе премиум все включено соответственно мини-бар вот это все вы можете съедать выпивать каждый день и вам это будет пополняться соответственно каждый день гардероб зонтик тапочки сейф вешалки подушки здесь что вот это вот пляжная сумочка в бальоне против достанем здесь такой же гардероб с этой стороны обувь все то же самое кроме сейфа здесь при желании доп место можно установить вообще на эту виллу два плюс два заселяются то есть софа стелится и доп место сюда еще ставится опять же важно именно какой возраст детей ванная комната ванна у нас открытая то есть тут сразу тепло я ощущаю после кондиционера туалет все это открытом воздухе одна раковина вторая раковина и ванна хочу обратить внимание у меня такая косметика была в отеле а нас она кипре а нас а это топовый отель кипра и я был очень доволен этой косметикой и по моему вот это можно даже забирать это не диспенсеры я уточню этот момент вот это можно просто забрать с собой это все одноразовое в принципе все идем на улицу халаты фен полотенца этому это само собой зубные наборы и на этом останавливаться не нужно давайте посмотрим что у нас тут на улице какая красота кстати у нас вела более-менее приватная я покажу еще и виллы не приватные значит тут два лежака еще два лежака зонтик зонтик кстати какой-то как будто бы небольшой тенек не на всех попадает нас только сдвинуть песок приятные не скажу что мука но очень приятно я к песку у меня ноги чувствительны у меня плоскостопие не соврал здесь очень приятный вход и вот видите буквально метров пятьдесят где заканчивается вот это вот голубая лагуна там дальше синяя там уже риф там можно снорклить можно и нужно там уже рыбки соответственно отель находится в баатоле то есть тут классный риф туда зачастую едут за снорклингом кстати вот посмотрите какая приватностью вилл но не супер приватность как бы но и здесь есть такая особенность на острове видите вот я сюда отошел как бы я вижу что на виллах происходит но это опять же на любителя да если вы хотите закрыться от посторонних глаз то здесь как бы вас могут увидеть как бы именно на этих виллах мы еще посмотрим более приватной виллы друзья в этой небольшой паузе пока меня не накрыла вон та туча хочу напомнить что вы всегда можете обратиться к нам за бронированием отеля или целиком пакетного тура с авиаперелетом будь то направление мальдивы как сейчас либо любой другой курорт любой другой отель у нас прямые контракты с туроператорами прямая связь с отельерами с принимающей стороной мы общаемся с general менеджерами sales менеджерами с представителями отелей вплоть до общения с батлерами поддерживаем чтобы оперативно узнать где на какой вилле какой вход хороший какие нюансы по отелям где-то может спецпредложение есть апгрейд питания где-то апгрейд виллы стараемся всегда делать для туриста по максимуму бронирование официально по договору оплачивать можно не только из территории россии можно зарубежными картами сразу непосредственно в отель выставляем счета если у вас зарубежный счет ну а если пока не планируете путешествовать подписывайтесь на наш youtube канал на соцсети в любом случае вы ваши друзья или родственники будете в этой жизни путешествовать запишите полезный контакт и как решите обязательно обращайтесь я вас с удовольствием проконсультирую рассчитаем и забронируем вам тур подписывайтесь кстати также на инстаграм-канал самая оперативная информация по спецпредложениям горящим туром по тем же самым обзором отелей и курортов и как мы живем где мы путешествуем все оперативно публикуем именно в инстаграме ну а сейчас друзья туча настигает продолжим просмотр так меня подвезли прям к полбару здесь у нас будет проходить обед по системе а-ля карт обеды в низкий сезон именно вот проходят здесь вообще высокий сезон еще есть места где можно пообедать пул бар это сердце как бы острова здесь вечеринки проходят здесь бассейн большой то есть весь движ как бы здесь волнорезики да вы можете наблюдать но это ничего страшного есть детская зона повторюсь обеды у нас проходят по системе а ля карт в ресторане пул бар он так называется вообще тут 4 ресторана основных и пул бар пул баром как 5 дополнительный ресторан он рестораном не считается здесь вы можете поесть либо перекусить в течение дня а также конечно же выпить вплоть до майот включено по концепции хорошая тут алкогольная карта позже покажу общем стандартная история с а-ля карт выбираете закуску выбираете основное блюдо десерт и напитки вот здесь все перечислено даже на русском языке все продублировано сюда вы можете прийти с 9 утра до часу ночи и заказывать из напитков все что угодно то есть вы что по питанию практически с утра самого раннего утра 7 30 и начинаются завтраки до позднего вечера вы можете что-то поесть либо перекусить и по напиткам тоже до часу ночи вас кант по концепции все включено я заказал себе осьминога тартар из тунца креветки это киноа какой-то салат с киноа с оливками вот две порции осьминога мы взяли и картошку фри вот это помог говядина хотя выглядит как курица десерт еще не принесли но такая вот красивая подача красивые тарелки а вот мир очки принесли вот такой супчик очень похож на нашу лапшу с курицей осьминога пробуем очень вкусно осьминог шикарно тартар из тунца в общем все вкусно я думаю сомневаться в этом не приходится кое-какие блюда они острые вот допустим креветки соусе острова ты я сейчас по берегу решил от пулбара пройти до нашей виллы как раз хотел посмотреть именно бич пул виллы с видом на закат вот именно здесь как раз будет закат они достаточно приватный мы именно сюда заселяли туристов которые у нас отдыхали феврале и они были довольны во первых близко к пулбару там все движения напомню и максимально приватные виллы смотрите растительность высокая в принципе так особо не видно что на вилле происходит вот виллы где подмывает берег мешки тут в качестве укрепления 155-я вилла вот тут рядом еще виллы виллы тоже все отмечены сейчас посмотрим виллу на воде water вилла весь пул с бассейном с видом на закат 242 при входе сразу тут гардероб справа комната основная здесь можно двое взрослых и одного ребенка разместить площадь 105 квадратных метров ребенка можно либо вот здесь разместить вообще по желанию мы можем запросить сюда и еще одну доп ну в общем двоих детей сюда разместить это все мы согласовываем принципе проблем не должно быть бассейн небольшой глубина 1 метр вот есть небольшая зона можно назвать детская зона вот а так глубина 1 метр терраса с этой виллы тоже хорошо снорклить риф прямо очень близко буквально метров 30 и уже риф начинается смотрите вот карабики сидят прямо здесь я убежал здесь очень красивые закаты прямо отсюда можно наблюдать так это ванная комната раковины туалет и вышли в основную комнату ребят в центре вы можете взять ласт и маску и все это время держать у себя сдавать не нужно каждый день пользуйтесь за день до выезда возвращаете и все кстати в дайв центре работает русскоязычная девушка катя она инструктор и она вам если нужно сделать погружение где нужно это батон напомню славится своим подводным миром я не частно снорклю но я понимаю что у меня это не очень хорошо получается красивые я еще я думаю ничего не видел потому что тут есть и манты и черепахи и много всяких рыбок а я только так посмотрел как даже не обывателя так просто но я честно скажу я не любитель снорклинга я люблю просто пологи вход в океан но сейчас мне понравилось и возможно я стану любителем мне реально понравилось мы сейчас находимся вот в центре всех движений про которые я говорил это пул бар тут рядом есть ресторан фуэго он такой открытый вот так столики ставятся прям на берегу крутая атмосфера здесь вы можете заказать чего-нибудь выпить на открытом огне все это дело вам пожарят тут смотрите и пистолетики из баранины и говядина и курица тут рыба ну не знаю точно какая рыба но вот красная белая тут наверняка какой-нибудь тунец лосось все это приготовят прям при вас на вот этом потрясающем огоньке фуэго работает по погоде сейчас погода более менее нормальная мы могли бы здесь поесть но у нас забронирован умами японский ресторан мы наверно там проведем сегодня вечер но имейте ввиду вот в хорошую погоду сюда приходите на берегу моря просто круто вот небольшая территория где от принципе вот там где полубар и вот в ту сторону вот эти виллы как раз которых у меня упоминали у них хороший такой заход в море белый песочек нет камней а ежедневно с девятнадцати до двадцати ноль ноль проходят коктейльные вечеринки на пол баре и где вы можете взять закуски где вы можете взять напитки коктейли и послушать живую музыку и и и Всем доброе мальдивское утро. С отеля Бальоне. Ух, тяжело было вставать. Сегодня первый день после долгой дороги. В Бальоне плюс 3 часа от московского времени. То есть, по сути, сейчас в Москве 5 утра, в отеле 8 утра. Но все равно это прекрасное утро. Это прекрасный вид и ощущение тишины, спокойствия. Это моя любимейшая традиция выпить с утра кофе, воды на террасе. Всем вам тоже того же желаю. Идем на завтрак. Завтраки до 10.30. Проходят в главном ресторане. Тесте или тасте. Там шведская линия, завтраки, обеды, ужины. Но обеды в низкий сезон там не проводятся. Вот, допустим, сейчас. Там только завтраки и ужины. Тенек, просто иду. Джунгли такие здесь. Смотрите. Помимо пальм, вот такие вот деревья красивые, интересные. Все в тени. Велосипедов здесь, если что, нет. Передвигаться можно либо пешком, либо на багги. Вы можете позвонить своему батлеру, написать ему ватсап. И за вами заедет и отвезет. Но я думаю, смысла нет здесь как-то постоянно вот этим пользоваться. Потому что тут пешочком пройтись там. Две минуты. Остров маленький, повторюсь. Тасте. Ресторан Тасте. Я уже как итальянец разговариваю. Ох, вот такая красота здесь. Как атмосферно, а. Hello. Hello. Good morning. How are you? Fine, fine. Good morning. Малый искус. Good morning. Столько внимания к ребенку. Просто каждый подходит, берет ребенка на руки. Тут няню даже не нужно брать, оплачивать. Потому что тут все с ребенком просто берут его на руки, играются, развлекаются с ним. И знаете, все это так, ну, как-то искренне выглядит. Так, посидеть можно вот с таким шикарным видом. Либо на улице. В принципе, температура позволяет. Не супер какая-то жара. Либо внутри. Прикольная станция. Тут холодный зеленый чай. Кому майл. Ну, в общем, какие-то напитки холодные. Детокс. Слушай, цвет как будто бы самогончик. Лимонная вода как будто бы. Здесь станция с фруктами. Вам здесь же их и нарежут. Здесь уже нарезаны. Вы можете выбрать любой фрукт. Соки фреши. Арбузные. Дынные. Здесь апельсиновые. Колбасы, рыбка, сыры. Сыров немного. Сыров немного. Рыба. Здесь вам приготовят все виды яиц. Я заказал яйца Бенедикт. Сосиски, яйца, омлеты, сардельки, картошка. В общем, такой открытый гриль. И вам здесь это все приготовят. Шампанское, конечно же. Никто не отменял. Кофе, чай. Блинчики со всякими вкусностями. Прямо здесь пожарят вам. Оливки, салатики. Хумус. В общем, закуски тут всякие. Мальдивиан брекфаст. Такое что-то местное с пряностями. Сухой завтрак тоже есть. Ребят, по традиции всегда заказываю яйца Бенедикт, где это возможно, и пробую. А в отеле Бальоне я наслышал, что здесь очень вкусное вот это блюдо. Яйцо Бенедикт с лососем заказал себе. И сейчас попробуем. Это не ты, да? Хорошо. Hello. Так, ну что, пробуем. Очень вкусно. Ну, не скажу, что прям что-то выдающееся, просто вкусно. Есть же какие-то стандарты, да? Все по стандарту. Просто очень вкусно. Хочу отметить кофе. На кофе я всегда обращаю внимание. Потому что кофеман, шикарный кофе. Прям вот. Я выбрала грушу. Мелко наслайсировали. И добавили в кашу овсяную. И я сюда еще манго положила, потому что ребенку понравилось. А, собственно, что здесь еще есть? Есть картошечка, есть шакшука без пряности. Есть йогурты. Это для ребенка, понимаешь? Ну, я перечисляю то, что некоторые родители дают детям. У нас мира вот по овсянке чисто. А так, есть и фасолька, и картошечка, и блинчики. Йогурты. И очень много внимания. Да, да. Хорошего внимания вашим деткам. Я погнал изучать остров. Наша бич-вилла находится на стороне рассвета. Солнце сегодня жесткое. Одевайте очки. Используйте солнцезащитные крема. Надеюсь, это напоминать не нужно. Максимальный SPF берите. Я тоже нанес какой-то крем. Вчера кое-как его смыл. Он не смывается. Я купался в океане, он не смывается. Лицо все фиолетовое стало. У нашей бич-виллы, кстати, хорошее расположение. Тут большое пространство. Именно пляжное. Здесь инстаграмные местечки, качели, гамак. Да и в целом тут риф, смотрите, как близко. Вот где черная полоса, это уже риф. Тут буквально проплыть метров 30. Вот здесь вообще близко. То есть снорклить можно прямо вот отсюда. Кстати, вот виллы с хорошей приватностью. Вот эти виллы мне нравятся. Но здесь есть волнорезики. Опять же, это не проблема. За этим волнорезом уже риф. Здесь прямо стая рыбок. Кстати, вот вилла с двумя спальнями, 127. Видите, открытое такое пространство. Кусты прям... Вот где терраса заканчивается, и кусты сразу заканчиваются. Я всегда обхожу полностью остров. Делаю себе пометки, где какой вход, где волнорезы, где какая приватность на виллах. И потом мы с туристами, когда общаемся, при бронировании все эти нюансы уточняем. И я конкретно уже при бронировании пишу в отель. Могу даже конкретную виллу указать. Нужна вот, допустим, вилла, на которой я жил лично. Мне туристы тоже часто так звонят, посмотрят видеоролик. Говорят, мы хотим вот конкретно на виллу, где вы проживали. Как правило, я пишу диапазон в отель. Там можно нам виллы вот с такого-то номера, по такой-то. Я знаю, что там всегда хороший вход. Иногда можно и прям конкретную забронировать. Так тоже делаем. Так, мы сейчас в зоне детского клуба. Это его внешняя часть, бассейн. Небольшой, неглубоко здесь. Но он немножко такой, под солнцем, скажем. Тенек тут есть в бассейне, но когда солнце будет в зените, он будет прям на солнце. С 3 до 12 лет вы можете ребенка здесь оставить. И с ним будут заниматься. Вот, вот этот малышик. Так выглядит детский клуб. Тут лепят, рисуют. Есть PlayStation для деток постарше. Если ребенок маленький, можно няню нанять, 25 долларов в час один стоит. Няня может, кстати, как в детском клубе присматривать за ребенком, так и у вас на вилле непосредственно. Для тинейджеров особо какой-то программы развлекательной в детском клубе нет. Но вот есть PlayStation в основном. В принципе, это на Мальдивах выглядит так. Вы просто более активно проводите время на свежем воздухе. Волейбол, теннис. В общем, такие вот развлечения. Снорклинг для тинейджеров. Не теряя детей постарше. Вилла номер 128. Это one bedroom suit villa. То есть здесь гостиная и спальня. Давайте со спальни начнем. Спальня. Красиво за счет тенька. Как будто бы ванна в джунглях. Вообще красивая здесь атмосфера. На нашей вилле не совсем так. Тут, смотрите, даже кокосы. Прям чуть ли не над головой растут. Так, здесь переход в гостиную. Здесь, соответственно, и доп. места ставятся. И здесь свой санузел тоже. Смотрите, какая красивая ракаедра. Свой санузел. Но здесь не ванна, здесь душ. Здесь уже душ. Гардероб свой. Здесь за счет того, что волнорез и сильное течение, неглубоко и очень близко риф. Мне нравится, что такая тенистая очень зона здесь. И достаточно приватная. Вот эта вилла мне нравится. Так, вот на некоторых виллах, видите, коралловая крошка прям на пляже. Ну вот, есть и такие виллы. Видите, да? Здесь еще надо сейчас мне умудриться пройти как-то, чтобы не замочить шорты. Кто пальму украл? Так, из активности здесь есть пляжный волейбол. Тоже по расписанию проводится. Хотя вы можете в любой момент взять инвентарь и поиграть. Немного, кстати, пляж тут подмыло. То есть площадка, да, волейбольная. Но в целом играть можно. Футбола в отеле нет. Если что, имейте в виду. Это вот возле главного бассейна. А он здесь один, в принципе, бассейн. На полбаре тоже есть настольный теннис, бильярд, футбол. Вот, пожалуйста, можно в футбол поиграть настольный. Вот этот вот мастер вам приготовит пиццу. Да. Специальная печь. С 12 до 6 можно вот здесь вот заказать пиццу. Вот в этой печи вам ее приготовят. Ух, какой жар оттуда идет. Мы сейчас проходим именно семейные виллы, пич-виллы с бассейном. Семейные виллы с бассейном. Тут вид будет как раз на закат. И, на мой взгляд, эти виллы самые классные. И по приватности, и по входу, и по удаленности от места притяжения, этот пулбар, да, где все активности. Мы туристам как раз, когда забронировали бич-пулл-виллу, мы им забронировали ее прямо вот здесь. И им понравилось то, что близко бар, приватность, то, что там ход был хороший. То есть самый идеальный вариант, на мой взгляд, это бич-сунсет-пулл-вилла. Песочек, кстати, в основном везде прям хороший. Небольшая такая встречается крошка коралловая. Вот тут остатки какой-то ракушки. Опять же, тут еще надо смотреть по цене, потому что бич-сунсет-пулл-виллы, они вот так вот значительно дороже, чем обычные бич-виллы первой категории. А наша, допустим, бич-вилла, она тоже хорошая. Просто там нет бассейна и нет вида на закат. Но это, как бы, если для вас это не обязательное условие, а нужно, как бы, попасть в определенный бюджет, можно на это закрыть глаза, обычная бич-вилла, океан под боком, бассейн, в принципе, не обязателен. Острова, не только этот остров, вообще острова мальдивские, как живой организм. Поэтому сейчас вход такой, там, к примеру, через месяц здесь может быть хороший вход, а с другой стороны будет... О, кстати, коралловый риф вынесло. Смотрите, тут нужно быть аккуратным. Я не знаю, можно на него наступать или нет, затрогать я его не буду. Кстати, морские ежи. Видите, момент прилива, там, кораллы какие-то выносят, морских ежей выносят, поэтому аккуратнее здесь. Следите, куда наступаете, и следите за детьми. Ситуация по входам меняется. Бывает, намывает песок, бывает, подмывает песок. Бывает, что отель досыпает песок. Поэтому мы берем контакты конкретно и батлеров, и селс-менеджеров, в общем, людей, которые живут в отеле. И стараемся непосредственно, там, перед заездом уточнять, где какой вход, на какую виллу мы селим туристов. Согласовывать это, чтобы вход был хороший, если это важно. Не всем туристам, кстати, важен хороший вход. Ту-бедрум вилла. Две спальни здесь. Это первая спальня. Кровати можно раздвинуть. А можно постелить один матрас, общий, и будет как общая кровать. Соответственно, доп-места сюда ставятся еще. Ну и выход на террасу свой. Тут как у нас. И мастер-бедрум, главная спальня. По сути, такая же. Здесь просто одна большая кровать. Выход на террасу. Зона отдыха. Бассейн. Видите, тут можно по отдельности отдыхать, грубо говоря. Вы, допустим, располагаетесь здесь. У вас тут своя зона отдыха, свои лежаки. А во второй спальне либо дети, либо, может, вы там на две семьи снимете этот номер. И тут отдельно отдыхать. Бассейн. По пляжу. Смотрите, тут неделю назад был шторм. На Мальдивах циклон был. Недавно. Вот, соответственно, тут вот берег хорошенечко подмыло. Сейчас его реновируют. При бронировании этой категории виллы мы будем просить, скорее всего, другой. Другую виллу. Но здесь тоже будет хороший вход. Здесь единственное, что вода достаточно близко именно к самой вилле, к бассейну. Хотя, может быть, это и плюс для кого-то будет. Тут меньше людей будет ходить, потому что водичка близко. Но эти категории есть с пляжем получше. Самый юный инспектор отелей. Вот, познакомьтесь. Мирослава Александровна Мартироссян. Книгу рекордов Гиннесса хочу записать. Уже с одного года она делает осмотры отелей. Все записывает, запоминает. Мы говорим, давай, может, детский клуб? Она говорит, нет, я еще посмотрю виллы. И только потом я еще, может быть, в детский клуб схожу. Она собирается виллы все смотреть. Я сейчас в спа-зоне. Но здесь также находится и йога-павильон, и магазин с косметикой, и тренажерный зал. Небольшой, но и не сказать, что маленький по мальдивским меркам. Это йога-павильон. Значит, йога по расписанию проводится. Разные направления йоги здесь проводятся по утрам, по вечерам. И спа-павильоны тоже находятся здесь. У нас сейчас уборка была номера. Прикольно нам тут красоту сделали. На кровати лебеди. И вот это вот самый главный персонаж. Кутабик. Это игрушка Мирочки. Любимая игрушка. Мы с собой привезли. Восседает, в общем, тут. Малышка, хороший отель. Малыш, Мира. Мирочка. Ужин у нас сегодня проходит в ресторане Густо. Это итальянский ресторан. И мне хотелось именно в итальянском резорте попробовать, конечно же, итальянскую кухню. Аппитайзер, основное меню, десерт. Ну, также вот нам принесли еще, пока еду не вынесли, такие вот лепешки с чем-то, с оливковым маслом. По напиткам, кстати. Я заказал вино белое, сухое. Давайте покажу, что есть. Ну, во-первых, вы можете шампанское заказывать, да. Разные виды шампанского. Их здесь нет. Это отдельная карта. И вина тоже. Винная карта, в общем, она отдельно идет. Очень много вин, шампанских. И много чего включено. А мы смотрим сейчас крепкие напитки, коктейли, пиво, аперитивы и так далее. Здесь много всяких коктейлей. Фламенго, капри. В общем, много всего. Тут перечислять не буду, из чего состоит тоже. Честно, коктейли я практически никогда не пью, поэтому я в них не разбираюсь. Ну, по типу там мохито, пинаколада, все это здесь есть. И алкогольную, и безалкогольную вам все это сделают. Потом 6 видов пива. Корона, асахи. Я попробовал асахи, мне понравилось. Итальянское пиво здесь есть, японское, мексиканское. И дальше ром, капитан Морган, бакарди. Еще тут каких-то видов рома много. 6 видов водки. Джина много. Текила есть разная тоже. Сауза тоже не употребляю, поэтому названий я так прям знакомых не вижу. Перечислять все, думаю, смысла нет. Мактейли, безалкогольные всякие напитки, естественно. Джим Бим, Чивос Регал 12-летний, Балантайз, Джонни Уокер. Потом односолодовый, там Глент Фич 12-летний. Ну, тут разные тоже. Глент Моранж 10-летний. Это название, опять же, те, которые знаю, называют. Хеннесси, вермуты мартини. Вот виски 10-летний, тоже японский. Ника хорошие. Джим Бим, Джек Дэниелс. Все такое стандартное здесь есть. И все это тоже включено. Блюда потихоньку начинают выносить. И мне они, ой, как уже нравятся. Смотрите, я вот заказал, я даже не знал, как это выглядит. Си-фуд суп. Я думал, будет жидкое. Но, как видите, здесь супа нет. Но зато вот такая вот большая. Это не креветка, это, наверное, лангустин. Есть детское меню. Детское меню, рыбка и пюре. Рыбка, пюре, да? Вот это, например, тыквенный суп с чем-то. С какие-то перебежками. Вот эта креветка в соусе просто нереально вкусная. Я особо не впечатлительный на еду. Я даже не хотел снимать, как я ем. Но, ребят, я надеюсь, по моим эмоциям видно, что бомба. Очень вкусно. Я такая сытая, что ты уже перебожишь. А мне вот принесли основное блюдо, жареный сибас. С картошкой какой-то, с соусом. Я уже наелся просто после первого блюда. А это уже третье. И потом еще будет десерт. Ребят, так есть нельзя. Так и есть нельзя. Мы сегодня рано выселяемся. У нас гидросамолет. Восемь утра по островному времени. А нам завтрак накрыли прямо на виллу. По ценам. Коротко. Цены меняются в зависимости от сезона. Цены меняются от состава семьи. Цены меняются в зависимости от наличия спецпредложений, которые часто бывают. До октября на двоих человек 7 тысяч долларов. Без международного перелета, но с трансфером, со страховкой, с грин-таксом, проживанием, питанием. На двоих. Дети проживают бесплатно. Двое детей. Различные спецпредложения есть. Мы бронировали туристам. Ночь в подароком сделали. Бронировали туристам некоторым. У них был апгрейд виллы бесплатный. Если вас нужно проконсультировать, рассчитать, забронировать тур, обязательно обращайтесь сразу по контактам. QR-код выведу на экран. Под видео будут контакты. Ватсап, телеграм. Подписывайтесь на канал. Это только наш первый отель. Будет много отелей разного уровня. Будут отели попроще, подешевле. Будут отели лучше, делакс уровня, подороже. Если вы интересуетесь Мальдивами, обязательно подписывайтесь. Тут будет много отелей. Будь здорово! Все, друзья, спасибо за внимание. С вами был Александр. Турагентство Mama Travel. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...